МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В последний раз мы беседовали о русском лесном форуме, который должен был состояться в городе Ижевске, первый лесной форум. Он состоялся, Валентина Николаевна принимала в нем участие, выступали. Ну и, соответственно, в прошлой нашей программе я затронул такую немаловажную вещь, как форум-то форум. Побеседовали, а результат какой? Насколько я понимаю, с Ижевска результат есть. Да, уже можно говорить о каких-то конкретных мерах. Но давайте, в общем, значит, кто участвовал сейчас на первом форуме, и, собственно, какие главные выводы вы сделали для себя, и что мы можем перенять с этого форума на предстоящий форум, который уже будет здесь летом, в июле, насколько я помню. Да, 25 июля. В Петрозаводске. Итак, Ижевск. Вы знаете, этот форум проходил под эгидой Комитета Государственной Думы, профильного совместно с руководством Удмуртской Республики, Рослесхозом, и принимали в нем участие представители Министерства промышленности и торговли Российской Федерации, ну, естественно, Рослесхоз, Министерство экономики. Там были федеральные структуры, которые заняты охраной, защитой лесом, пожаротушением, присутствовала наука. То есть все были, кто связан. То есть все заинтересованы, и были делегации профессиональные, близлежащих регионов, которые действительно заинтересованы в том, чтобы изменить условия лесопользования и навести, наконец-таки, порядок в лесу. То есть мы 15 лет об этом говорим, а то и 20, что надо навести порядок. Опять очередные форумы пришли к тому, что надо навести порядок. Хорошо, есть уже общее понимание у всех заинтересованных лиц, судя по тому списку, да, кого вы сейчас назвали. Что делать мы сейчас будем, в первую очередь? Да, прежде всего делать необходимо все те вещи, о которых говорят и в том числе и наши специалисты, и наше население. Это вопросы, связанные с восстановлением или возобновлением той службы лесной, которая у нас все годы в Российской Федерации, до этого в Советском Союзе была, потому что она сегодня разрушена. Сегодня необходимо срочно принимать меры по проведению качественного лесоустройства, то есть провести оценку всего лесного фонда, который должен служить государству и населению. Сегодня этого практически нет, оно делается какими-то отрывками, средства, которые на это отпускаются федеральные, они недостаточны, они размыты по территории России. То есть я правильно понимаю, сегодня мы можем сделать такой вывод, у нас в плане, сколько у нас лесного фонда, что, где, как, бардак? Ну, я могу сказать примерно так, хотя, наверное, где-то лучше, где-то хуже. Карелия приводится на фоне других регионов как более благоприятный регион, хотя мы этого, наверное, мало видим. Но беда у нас в том, что сегодня вот под той информацией, которая была представлена по России на Ижевском форуме, у нас более 340 тысяч гектар леса спелого и перестойного, а возобновляется лес, то есть посадки леса, лесовозобновление, оно идет очень плохо, где-то процентов 20 от тех показателей, которые должны быть по России. То есть это значит, что у нас сегодня дисбаланс в этом, сегодня у нас, по сути дела, отсутствуют меры доступа к перестойным лесам, которые в том числе и являются источником заболевания леса. Поэтому решения, которые там уже, по сути дела, принимались, я была модератором площадки как раз лесопользования, мы вместе с Анной Шафран, радиоведущей, вели эту площадку. Очень был большой интерес. 17 было профессиональных выступлений с конкретными предложениями, что нужно изменить в лесном кодексе, как нужно посмотреть новым, наверное, взглядом, взглядом практиков на стратегию развития лесного комплекса Российской Федерации, которая сейчас в проекте уже готова. Она будет принята до 2030 года. Значит, как организовать зонирование работ по лесоустройству, то, о чем я сейчас вам говорила. Это вопросы кадров. Очень серьезно обсуждался этот вопрос, связанный с тем, что на сегодня для того, чтобы возобновить службу работы лесников, лесничих, привлекать молодых специалистов, нужна программа поддержки, аналогичная той, что работает в сельском хозяйстве. Это меры, связанные с выделением стартового капитала. В общем, нужно заинтересовать кадры. Заинтересованность, да. Заинтересованность в том, чтобы дать возможность молодым специалистам, которые желают работать в лесу, построить свой дом. То есть это... Сделать все условия, проще скажем. Сделать все условия. Политя Николаевна, для начала нам нужно на этом форуме пришли к тому, что оценить масштаб. Масштаб трагедии, я так это называю. Дальше определиться с кадрами, да, и определиться, наконец, с законодательством, которое необходимо просто уже менять. Определиться и с теми мерами, которые бы оказывали взаимодействие реальное на государственном уровне местным органам власти, региональным местным органам власти, вместе работать с лесопользователями. Потому что сегодня даже... Чтобы государство услышало тех, кто работает, грубо говоря, на земле, да? Да, чтобы оно услышало. И поэтому не случайно принято решение, я член оргкомитета этого русского лесного форума федерального, и принято решение провести на разных площадках этот форум. Значит, что показал Ижевск? Ижевск показал, что практически там нет целлюлозно-бумажного производства, как у нас. У них есть фанерное производство, у них есть лесное хозяйство, у них есть лесная защита, у них, естественно, ведется заготовка. Но у нас есть в Карелии, например, очень хороший научный потенциал, институт леса, у нас Петрозаводский государственный университет, у нас колледж лесотехнический, в прошлом лесотехнический техникум. Поэтому я для себя уже сделала вывод такой, что нам нужно организовать обсуждение возможности использования нашего научного и кадрового потенциала, нашей молодежи, для привлечения работать в лесу. Я уже переговорила с ректором нашего университета, с руководителем нашего Карельского научного центра, с Ольгой Николаевной, и мы, в принципе, уже как бы договорились о том, что мы подготовим и внесем такие предложения, которые бы вошли и в налоговое законодательство, и в налоговое законодательство, и в те меры развития науки в области лесопользования, ведения лесного хозяйства. Слушайте, ну вот я сейчас понимаю, что по итогам этих форумов у нас, по логике, должна произойти такого своего, в хорошем смысле, революция. Да, конечно. То есть мы решили, наконец, все вообще перекроить, переделать и привести это, вот, причесать в нормальное человеческое состояние. Мы решили не все, а то, что требует сегодня, коренных изменений. И более того, вот по сути дела, мы очень... Слушайте, Николай, самый главный вопрос. Ну, приведем, сделаем, какой результат от этого, что мы в итоге получим? Мы должны... Отдельных лесопромышленников, а на население. С тем, чтобы, во-первых, доступность этой лесных ресурсов была, во-вторых, чтобы была заинтересованность в тех работах, которыми славилась всегда Карелия. У нас же была своя лесная детская академия. У нас много чего было, понимаете? У нас лесной край. И поэтому вот эти вот разрозненные меры, которые сегодня в отдельных точках Карелии есть, они должны быть у нас в комплексе таком, чтобы у нас тот, кто вырубает лес, он его восстанавливал, он отвечал. Значит, он честно проводил все эти закупки, он использовал арендные отношения так, как это прописано будет, и сейчас есть в законодательстве, с тем, чтобы не было такого, я ушел с зелянки, а потом хоть трава не расти. Ну и, конечно, вопросы защиты лесов и от пожаров, и от воздействия, значит, паразитов, которые, к сожалению, бывают, что они губят и портят наши леса карельские. Но и еще сегодня немаловажная проблема, чтобы государство все-таки участвовало в создании условий для доступности к вырубке перестойных лесов. Потому что у нас сейчас лесопользователи в основном работают по лесным дорогам, которые были построены еще в советское время, а своего строительства дорожного нет. И вот здесь как раз должны быть выработаны меры государственно-частного партнерства, которые сегодня в лесной отрасли отсутствуют, для того, чтобы и государство вкладывалось в это, получая от этого ресурс. Ну, понятно, и частнику вкладывался, но и частнику, соответственно, тоже выгода нужна с этого. Конечно, конечно. То есть взаимовыгодное партнерство должно быть. Конечно, да. Поэтому возможности и условия пересмотра арендных отношений в части законодательства, они тоже обсуждались и они тоже предлагались. И вот это не просто будет от форума к форуму, а потом неизвестно что. Я вот, Валентин Николаевич, честно вам говорю, я боюсь этого всего. Вы знаете... Вот сейчас вот, да, говорить о таких глобальных вещах, это называется перекроить, вот с моей точки зрения, все. От нас зависит. И зависит от того, как мы будем влиять на новое правительство, чтобы оно повернулось к лесу лицом, а не другим местом. Подождите, подождите. А какое новое правительство? Ну, какое будет сформировано после... А будет новое правительство? Ну, будет седьмого мая... То есть вы нам сейчас инсайдерскую информацию скажете? Нет, я не скажу, потому что я не знаю, я знаю только одно. Но будет новое правительство. Что седьмого мая, седьмого мая будет инаугурация президента, и я надеюсь, что восьмого мая, наверное, перед днем победы в Государственной Думе будет представлена кандидатура председателя правительства, за которого мы будем голосовать. А что касается лесного дела, то будут обобщены от форума к форуму все предложения, они будут проанализированы экспертами и общественниками, наукой. И в сентябре месяце, значит, в Москве вот будет подведен этой работой большой итог, по которому уже будут подготовлены законопроекты. Хорошо. А самое главное ответственное лицо за это все мероприятие кто? Прецедент? Председатель правительства? Председатель правительства, да. А если уже новый будет? Ну так. Ну а какая разница? Без разницы, да? Какая разница? Все, нет. Разница нет. Понимаете, у меня самое главное, чтобы фактор был ответственности. Конечно. Кто-то должен за это, за все отвечать. Но здесь взаимная ответственность должна быть. В лице председателя правительства и правительства конкретной службы, которая работает на федеральном уровне, это исполнители и на региональном уровне, на местном уровне, и это арендаторы, лесопользователи. Поэтому здесь комплекс... А у них есть у арендаторов, у лесопользователей такая заинтересованность? Вот у меня такое ощущение, что они сидят вот сейчас вот так вот, вроде бы предложения свои сказали, а потом думают. Сейчас там наверху все переиначат, ну бывает у нас и такое. И нам опять не жизнь, не работа, а непонятно что. Но легче пойти своровать этот лес. Нет, я думать за лесопользователей не собираюсь, это, наверное, не мое это дело. Но я, как представитель Карелии в Государственной Думе, я уже неоднократно по вопросам лесопользования не только инициировала вот эти вот меры воздействия на лесосбережения, на лесозащиту, на лесопользование, на лесовосстановление. Но я думаю, что и моя в том числе роль как депутата, она, в общем-то, сегодня способствовала тому, что вот такое серьезнейшее обсуждение не только в Москве, и начинается оно не с Москвы, а начинается оно с лесных регионов. Вот то, что я уверена, что все же продолжение этой работы будет и после форумов, продолжение в конкретике в том, чтобы, ну, наконец-таки, извините, стряхнулись как следует и посмотрели, что это единственный возобновляемый природный ресурс, который служит веками и будет служить будущим поколениям, если мы изменим к нему отношения. Я надеюсь, что мы изменим, да, по крайней мере, следующий шаг – это 25 июля Петрозаводск. Следующий шаг у нас будет Сибирь, потом у нас будет Дальний Восток, Хабаровск, Алтай, а потом будет у нас. Ну, хорошо, хорошо. У нас будет завершающий региональный, самый важный. Вот, самый важный. Ну, это мы, я думаю, там на самом форуме и встретимся еще поговорим об этом. Да, конечно. На этих словах мы сегодня закончим с вами. Я думаю, что в следующую нашу программу. Ну, давайте так, мы с вами встретимся до форума. Конечно. До форума, да, есть у нас еще ряд вопросов, в том числе и по дорогам. На сегодня мы заканчиваем. Я напоминаю нашим телезрителям в программе сегодня вечером была депутат Государственной Думы Российской Федерации Валентина Николаевна Пивненко. Мы с вами встретимся буквально в ближайшее время. Я рекомендую вам оставаться на телеканале ТНТ «Онега». Всего доброго. Да, до свидания. Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...